Томпсон вместе, поделившись, поделившись, поделившись. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, всё уже на максималках, но как только впервые переходишь в тактический режим и начинаешь переключаться между видом сверху и обычным видом из-за плеча, многое сразу встаёт на места, задумка разработчиков сразу проясняется. И мы не можем управлять и армией, и нашим главнокомандующим персонажем одновременно, поэтому должны переключаться между этими режимами, и в этом-то гибридном геймплее и заключается изюминка игры. Всего тут пока что только 4 класса, в разработке больше, но пока что 4, причём и пол, и расы фиксированные, то есть если хотите быть хьюманом, играйте мужчиной-воином, хотите быть берсерком, будьте рогатым-орком. Маги и лучницы всегда эльфийки, всегда девушки, но это логично как раз, лучницы всегда девушки, были бы лучники, были бы мужчины. И как по мне, 4 класса это нормальный выбор, я не совсем понимаю, когда игры хвалятся каким-то огромным числом доступных классов, играть-то я в итоге буду каким-то одним, но не одним, так тремя, если мне делать больше нечего, но я не испытаю какого-то особого удовольствия, если выберу свой один класс из 60, а не из 4. Так, ну собственно, играть я буду за Еванжелин Лилию. Так, имя. Что? Не, ну это у нас что-то вроде при альфы, к бета-тесту должны пофиксить, конечно, корейские символы от меня хотят и цифры. Так, ищем корейский язык, казахский, канада, какая еще канада, нет такого языка, в Канаде по-английски говорят, ну по-французски еще иногда, но не по-канадски, это я вам отвечаю, и канада с одной N пишется. Канада, не канада, а канада, это что-то из Индии. Но, кстати, удивительное совпадение, Еванжелин Лили родом из Канады, и если вы сейчас голову чешете, кто это такая, то это дама, которая в Хоббите играла Тауриэль, не путать с Тауренами. Так, все, перевели, поехали копипастить в игру то, что у нас получилось. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в корейском, но кажется, это какое-то недопустимое упрощение. В общем, игра оказалась не готова к нашей прогрессивности, друзья, но зато мы узнали много нового, и, видимо, теперь будем откликаться на цифры. Открывающий мультик для каждой расы свой, в нашем случае эльфийский, и здесь все непонятно и совершенно понятно одновременно. Живем мы себе в своем лесном уединении, как вдруг наши кусты пришли топтать безобразные чудовища, мы им, конечно, даем отпор, но растоптанную ежевику этим не вернуть. Что это за посох, надо спросить у старейшин, о нет, древние пророчества сбываются, темный злодей вернулся, отправляйся к людям и присоединись к ним в борьбе с силами зла, пусть мы разные, но только вместе сумеем одержать верх, бла-бла-бла. Вот выйдет русский перевод, посмотрим, сколько я угадал. В корейской серии Kingdom Under Fire, а это целая серия, в ней аж 5 игр, умом Корею не понять, Kingdom Under Fire 2, а игр в серии 5. Так вот, в серии этой такое жанровое смешение RTS и MMORPG уже практиковалось, и для разработчиков каким-то безумным экспериментом теперь уже не является. Тем не менее, разработка этого чуда длится уже тучу времени, и первое корейское закрытое бета-тестирование стартовало еще в 2011, и стадию бета-теста игра с тех пор так и не покинула. 2011 плавно перетек в 2017, а корейское за БТ вот-вот сменится за БТ российским, под патронажем и новой и ее фо-гейма. Тут надо отметить два момента. Во-первых, как уверяют в Энове, за прошедшие годы игра изменилась очень сильно, и то, что тестировалось в Корее в 2011, и что этой осенью будет тестироваться в России, это две большие разницы, и что, мол, игра на месте не стояла. В корейском тесте я, естественно, не участвовал, так что от себя на этот счет ничего сказать не могу. И, во-вторых, то, что вы видите на экране, это еще даже не закрытый бета-тест, это дотестовый продукт, где сейчас копошатся только блогеры и сами разработчики, что говорит нам о некоторой сырости всего происходящего. В частности, как вы уже успели догадаться, в игру пока не завезли российскую озвучку. Впрочем, для корейского ММО эта игра довольно сильно развернута в сторону запада, вот, например, познакомьтесь, блондин Эдхилем, настоящий кореец, встречает нас в самом начале игры, и он, может, вообще и по-корейски-то не говорит, а только трындычит всякую чушь, а мы этого никак проверить не можем, и потому-то, возможно, у нас и битва не ладится, оправдывая название игры Kingdom Under Fire. И не только у нас тут проблемы с кадрами, это вот, наверное, самый медлительный босс, какого я только встречал, и мне кажется, это зомби-ленивца. Посмотрите только, как он внезапно решил притвориться мертвым, чтобы вздремнуть Оскар этому монстру, монстру сцены. С ММО и РПГ составляющие все здесь более или менее стандартно, маунты, гильдии, ПВП, умения складываются в комбинации, предусмотрена возможность уворачиваться от атак, мобы пока что какие-то снулые, но к бета-тесту еще раз шевелится, я думаю. Но периодически мы будем нырять в порталы, запускающие этот гибридный режим с примесью РТС, причем по ходу игры мы собираем себе армию юнитов, которыми можем пополководчески распоряжаться в ходе этих эпических баталий, и всего существует где-то 70 разных отрядов, из которых мы сколачиваем себе армию под конкретное сражение. В какой-то момент нам даже дадут полетать на почти космическом корабле и понигилировать монстров, которые еще недавно казались грозными противниками. Ну и в случае смерти наших отрядов их можно поднимать с помощью местной валюты кубиков, они прям так и называются кубики, но в русской версии почему-то получат название сапфира. И вот мы подошли к экономической составляющей, сапфира это универсальное платежное средство, с его помощью можно, например, еще и расширить инвентарь, и я почти уверен, что кубики сапфира можно будет прямо или косвенно покупать и за реальные деньги, но это все мои догадки, потому что доподлинно известно только то, что внутриигровой магазин донатных вещей подлежит переделыванию. Ближе к релизу он будет другим, так что какие именно плюшки в Kingdom Under Fire можно купить за рубли в магазине, это пока что секрет. Что, впрочем, не мешает и нове уже сейчас продавать наборы раннего DOST с премиальной подпиской. В доступной мне версии игры премиальная подписка повышает все понемногу. Здоровье, атаку, защиту, опыт, ну а как оно все будет выглядеть в итоге, поди угадай. Что вы, друзья, думаете о скрещении MMORPG и RTS? Хорошая ли это идея? Приживется ли она на фоне более консервативных ММО? И самое главное, нужны ли такие гибриды кому-то вообще? Пишите в комментариях, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!